ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Их начать лечить и при возможности предупреждать. Это важно не только для человека, но и для его родных, близких. В общем, полис обязательного медицинского страхования необходим каждому из нас. Обязательно. Бесспорно. Зачастую мы получаем информацию от своих родственников, друзей, знакомых и так далее. И вот почему-то считаем это мнение, их, вернее, мнение единственно верным и правильным. А там ведь есть тоже случаи, когда наши родные, друзья ходят по врачам из одной государственной клиники в другую и помочь им не могут. И это вот тянется очень долгое время. И поэтому человек делает вывод, что в бюджетном учреждении эффективной и качественной медицинской помощи получить нельзя. Это утверждение неверно, крайне неверно, потому что мы обладаем информацией о медицинской помощи, которую оказывают наши медицинские организации в нашем регионе, очень большой. И вот сейчас, допустим, мы запустили конкурс «Спасибо, доктор!», очень много людей размещают свои благодарственные отзывы о медицинской помощи, о врачах, которые помогли им вылечиться, сохранить свое здоровье, помогли их родным и близким. Все-таки медицинская помощь качественная, бесплатная, своевременная в медицинских организациях нашего региона оказывается. В настоящее время действуют единые стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, которые постоянно совершенствуются с возникновением новых методов диагностики, новых препаратов, новых, опять же, практик успешных, лечения различных заболеваний. И медицинская помощь оказывается в соответствии с данными стандартами и объемами. Этот объем обязательно соблюдается. По крайней мере, страховые медицинские организации это контролируют. Мы обрабатываем все случаи оказания медицинской помощи, анализируем при необходимости, проводим экспертизу оказанной медицинской помощи и работаем с медицинскими организациями совместно над улучшением ситуации в сфере здравоохранения в нашем регионе. Иногда бывает ситуация, когда гражданин обратился за медицинской помощью, ее получил, но в какой-то мере не удовлетворен результатами. Или, точнее, результаты могут не всегда соответствовать его пожеланиям, так сказать, ожиданиям. К чему он стремился. Да, то есть у него одно видение, а получилось немножко другое. Здесь что хочется еще добавить? Первое, все-таки организм у человека индивидуален, у него есть свои особенности, возможно, где-то есть осложнения какие-то. И самое главное, что при неудовлетворенности пациента к качествам, оказанной медицинской помощи, он может обратиться за защитой своих прав в страховую медицинскую организацию, которая проведет при необходимости экспертизу качества медицинской помощи, определит, правильно ли поставлен диагноз, правильно ли было проведено лечение, и при необходимости примет соответствующие меры, чтобы медицинская помощь была оказана для улучшения состояния пациента. Я предлагаю перейти к вопросу оформления полиса обязательного медицинского страхования. Многие считают, что в этом случае надо куда-то далеко идти, отстаивать очередь, тратить безумное количество времени. Когда ты получишь на руки этот полис, ещё неизвестно. В общем, люди, многие считают, что эта процедура достаточно трудозатратная. Так ли это? Нет, это миф. Оформить полис обязательного медицинского страхования очень просто. Есть несколько способов. Первый – это обратиться в страховую медицинскую компанию, то есть или лично, или через своего законного представителя написать там заявление, получить временное свидетельство, которое действительно 45 рабочих дней, и дальше уже по истечении этого срока получить полис обязательного медицинского страхования. Второй способ. С прошлого года во многофункциональных центрах мои документы или МФЦ, которые мы все знаем, также доступна возможность подачи заявления о получении полиса ОМС. С этого года МФЦ также присутствует в перинатальном центре города Кирова, и при рождении ребёнка его родитель может обратиться прямо в перинатальном центре для получения полиса обязательного медицинского страхования. Также поручит временное свидетельство, а уже по возвращении на своё место жительства через некоторое время также ему будет выдан полис обязательного медицинского страхования. Для маломобильных граждан также страховая компания СагасМед осуществляет выезды на дом с тем, чтобы принять заявление у гражданина на дому. К следующему мифу давайте перейдём. Понятное дело, что техническая мысль у нас не стоит на месте, и новые оборудования, новая аппаратура, новые технологии у нас появляются и в сфере здравоохранения. Суть мнения заключается в том, что уж в наших государственных больницах всё оборудование старое, ни на что оно негодное, и никакого должного эффекта ты там не получишь от прохождения процедур. Всё с точностью до наоборот. На самом деле государство очень озабочено состоянием здоровья своих граждан, и в здравоохранение государство вкладывает огромные денежные финансовые средства для того, чтобы наши больницы были отремонтированы, чтобы они обладали современным высокотехнологичным качественным оборудованием. Вовремя проводился ремонт данного оборудования, профилактические работы. Я думаю, обратили внимание, что наши больницы в городе стали выглядеть гораздо лучше, проводятся ремонты. Только государственные клиники могут позволить себе такие большие финансовые затраты на своё техническое оснащение. Хочется отметить, что, опять же, официальная статистика больше пользуется именно данными от государственных медицинских организаций. А данные частных медицинских организаций, как правило, публикуются не полностью или редко. Информации по ним в открытых источниках не так много. И вот судить об эффективности, опять же, приходится только по тем источникам, по той информации, которая у нас есть. И скажу, что все цифры, все показатели, результаты по лечению граждан государственных медицинских организаций, они анализируются на самом высоком уровне. И проводятся необходимые мероприятия для того, чтобы помощь медицинская, оказываемая населению, была качественной и результативной. Можем, кстати, привести эти примеры. Да, примеров таких достаточно много. В текущем году проведено обновление рентгенологических служб Мурашинской, Куменской, Орловской, Амутнинской, Уржумской, Шабалинской, возможно, еще нескольких ЦРБ. Также было закуплено оборудование, в том числе и для мониторирования электрокардиограммы в горбольницу номер 2, это Нововятский район. В госпитале для ветеранов войн будет запущен в работу компьютерный томограф, тоже достаточно дорогое оборудование. В Кирово-Чепецкой ЦРБ куплено оборудование стоимостью свыше 3,8 миллиона рублей, это наркозно-дыхательный аппарат. Также и другие виды оборудования закупаются, это достаточно большие финансовые вложения. И, опять же, ситуация с материальным обеспечением контролируется и Министерством здравоохранения Кировской области, правительством Кировской области, территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кировской области и страховыми медицинскими организациями. Давайте еще рассмотрим такое мнение, очень часто встречающееся в нашей жизни. Если пациенту и удается получить необходимую помощь в рамках системы ОМС, то что-то якобы еще просят доплатить за что-то, да? То есть вот она вроде как бесплатная, но не совсем бесплатная. Так ли это? Надо ли доплачивать? Доплачивать нет необходимости. Во-первых, обращу внимание, что в стационаре все медикаменты, все расходные материалы должны предоставляться пациенту абсолютно бесплатно. Если же предлагаются оплатить какие-либо медицинские услуги, обследования, материалы, то здесь повод обратиться в страховую медицинскую компанию, в которой гражданин застрахован. На полисе есть все контакты, и телефон, и сайт. Как правило, все-таки получается, что гражданин не должен платить за какие-либо медицинские услуги, дополнительные деньги. И опять же, если все-таки такие ситуации случаются, то это повод обратиться в страховую компанию и получить возмещение затраченных денежных средств. Единственное, тут необходимо будет предоставить все документы. То есть подтвердить факт того, что были оплачены услуги. Во-первых, подтвердить факт того, что данное обследование или какая-либо медицинская услуга была назначена лечащим врачом. Второе, факт того, что данная услуга была оплачена пациентами собственных средств. Еще хочется отметить особенно, что страховая медицинская компания всегда готова помочь своему застрахованному, рассказать ему о его правах, готова защитить его права при их нарушении. Всегда разберется в спорной ситуации и пациенту поможет получить бесплатную, качественную медицинскую помощь в нормативные сроки. Я напомню, что мы беседуем с директором кировского филиала страховой компании САГАСМЕД с Андреем Динером. И следующий вопрос, следующий миф тоже часто встречается о том, что если в бюджетном медицинском учреждении и удается выпросить какие-то дорогие услуги, то ждать их придется долго. Вот поговорил с врачом, он вроде как согласился, но сама процедура, когда она неизвестна будет, можно и не дождаться в конце концов. Насколько правомерна такая позиция? Здесь, опять же, хотелось бы сказать, что выпросить дополнительные услуги, как правило, не удастся. Я уже говорил о стандартах оказания медицинской помощи. Сверх нормы тут уже не получится. Сверх нормы достаточно тяжело. То есть вся необходимая медицинская помощь оказывается именно по назначению врача. Еще добавлю про сроки. Экстренная медицинская помощь должна быть оказана гражданину в течение двух часов с момента обращения в медицинскую организацию. Неотхожная медицинская помощь – это 24 часа. Опять же, здесь в чем отличие? Экстренная – это сугрозы для жизни. То есть когда есть риск летального смертельного исхода, а неотхожная медицинская помощь – это тогда, когда риска все-таки для жизни пациента нет. Сроки оказания медицинской помощи, как правило, это 14 рабочих дней с момента обращения в медицинскую организацию. Для больных с установленным диагнозом онкозаболевания – это 7 дней. Сроки получения медицинской помощи от врача-терапевта или врача-участкового педиатра – не более 24 часов. И опять же, при возникновении вопросов по срокам оказания ожидания медицинской помощи, возможно и даже лучше обратиться в свою страховую медицинскую компанию. При нарушении данных сроков тоже лучше всего обратиться в страховую компанию. У нас есть контакты всех поликлиник, больниц, заведующих отделениями. Мы сможем связаться с центральной районной больницей, с другими больницами, и вопрос об оказании медицинской помощи в нормативные сроки урегулировать в пользу пациента. Еще скажу, что бывает так, что не все больницы могут, обладают необходимым набором оборудования, диагностического, опять же, оборудования. И в данном случае они должны перенаправить пациента в другую медицинскую организацию, где это оборудование есть, где эти исследования, операции могут быть проведены в нормативные сроки. То есть в любом случае услуга должна быть предоставлена. Да, и в определенный законодательством срок. Давайте сейчас поговорим о частных клиниках, которых в последнее время очень много. Есть, опять же, мнение о том, что если ты пошел в частную клинику, то нужно готовить приличную денежную сумму, иначе ничего у тебя не получится. Дескать, обязательное медицинское страхование в коммерческих клиниках не работает. Так ли это? Можно ли, например, по полису ОМС получить помощь в платном стоматологическом кабинете? Давайте немножко экскурс в историю. С 2011 года, когда был принят и вступил в законную силу закон об обязательном медицинском страховании, частным клиникам, частным медицинским учреждениям открыт доступ в систему ОМС. То есть они могут в системе ОМС работать и также точно оказывать медицинскую помощь населению. В нашем регионе в текущем 2022 году не работают частные стоматологические клиники. То есть в нашем регионе в этом году в частной клинике стоматологические услуги получить по полису ОМС не удастся. Но у нас есть другие частные клиники, которые работают по другим профилям. Это РЖД-медицина, клиника Нурьевых, Нифросовет, ядерные медицинские технологии, централизованная клиника-диагностическая лаборатория. То есть частные медицинские центры в систему ОМС приходят и оказывают необходимую медицинскую помощь населению в соответствии с теми стандартами и клинорекомендациями, которые обязательны для всех. Еще хотелось бы рассмотреть такой жизненный случай, когда человек поехал в другой регион, возможно, на отдых или в командировку, или с какой-то другой целью, и там с ним случилось нечто, что вынуждает его обратиться в медицинскую организацию. Я это к очередному мифу о том, что полис ОМС работает только в регионе постоянного проживания, постоянной регистрации гражданина. Можно ли в другом-то субъекте Российской Федерации все-таки получить хорошую квалифицированную помощь в рамках ОМС? Полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории Российской Федерации и гарантирует получение качественной медицинской помощи в нормативные сроки гражданам даже при выезде за их регион постоянного проживания. И здесь важно, что плановая медицинская помощь оказывается только в регионе проживания. То есть это обращение к участковому врачу-терапевту, а дальше уже по показаниям, там уже к профильным специалистам. Да, вот выехали вы, допустим, на отпуск, да, там мало ли у кого-либо произошла ситуация, что необходима медицинская помощь, по полису обязательного медицинского страхования медицинская помощь будет оказана. Неотложная и экстренная медицинская помощь будет оказана даже без полиса обязательного медицинского страхования. А, то есть если даже человек поехал и оставил полис дома, это вовсе не основание для того, чтобы ему оказать. Даже если у человека полиса нет и не было никогда, скорая медицинская помощь приедет, медицинская помощь будет оказана. Еще хотелось бы добавить, что у застрахованных по обязательному медицинскому страхованию есть не только права, но и обязанности. Они должны уведомить страховую медицинскую компанию об изменении контактного телефона, адреса места жительства для того, чтобы в дальнейшем страховая компания донесла до них всю необходимую информацию, в том числе о проведении профмероприятий, диспансеризации при назначении диспансерного наблюдения, помогла в госпитализации, чтобы страховой медицинской компании было проще связаться с гражданином. Опять же, при изменении паспортных данных, то есть это фамилии, как правило, полис обязательного медицинского страхования подлежит замене. На полисе у нас есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол. Вот при изменении данных реквизитов полис подлежит замене. Документационное обеспечение в сфере ОМС очень объемное. Самому разобраться во всех вопросах, во всех этих документах очень сложно, да в общем-то и не нужно. Страховая медицинская компания окажет помощь, содействие, консультацию по любому из вопросов в сфере обязательного медицинского страхования. Контакты страховой медицинской компании размещены на полисе обязательного медицинского страхования. Наш филиал, кировский филиал «Сагаз.Мед» доступен как на сайте sagaz-med.ru. Там есть и форма обратной связи, и чат. Также там есть электронная почта, по которой можно обратиться в страховую компанию. Там есть адреса наших офисов на территории Кировской области, куда тоже можно прийти, обратиться и уже при консультации со специалистом страховой компании свое обращение сформулировать правильно, для того, чтобы оно было результативно отработано. Действует круглосуточный бесплатный телефон 8 800 100 07 02. По нему тоже возможно задать любые интересующие гражданина вопросы, получить необходимые ответы. И еще скажу, что во многих поликлиниках нашего региона установлены телефоны прямой связи со страховой компанией. Нажав на одну кнопку, возможно, также получить необходимую консультацию прямо в поликлинике. Благодарю вас, Андрей Артурович, за эту подробную информацию. Я напомню, что наш гость Андрей Динер, директор кировского филиала компании «Сагаз.Мед». И давайте уже в завершении пожелаем всем нам здоровья. Желаю всем быть здоровыми, заботиться о своем здоровье, проходить необходимые профилактические мероприятия. Диспансеризация доступна для граждан один раз в год. Будьте здоровы и счастливы. Акционерное общество, страховая компания «Сагаз.Мед». Полезный город Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...